Союз художников Старейшая и крупнейшая художественная организация. С 1837 года здесь регулярно проводились художественные лотереи и устраивались аукционы. В уставе Общества поощрения художников было записано «Помогать художникам и способствовать распространению всех изящных искусств». Помогают ли аукционы, которые проводят сегодня, художникам и всем любителям прекрасного? С одной стороны, аукционы нужны. С другой стороны, какие? С одной стороны, к примеру, я, коллекционер, собрал большую коллекцию и хочу ее продать. Я могу это сделать за ту цену, которую мне дадут именно сейчас и именно в это время. С другой стороны, а корректно ли это? Вот мы решили поговорить с художниками, выяснить их мнение. Не, ну это совершенно несерьезно, конечно. Это просто, мне кажется, такие аукционы нельзя проводить. Это не аукцион. Это, в общем, оскорбление, это просто оскорбление памяти художников, известных лучших художников Петербурга. В нашем городе сейчас проводят аукционы бессмысленно. Они занимаются просто торговлей картами. То, что они пришли со стороны, ну я, как бы, если честно, я их не виню, в принципе-то. Потому что они сейчас свободны. Если бы сами мы проводили свои аукционы, они бы сюда не пришли. Мы знаем немало интересных примеров в истории изобразительного искусства, когда действительно аукционы по-разному влияли на судьбу художников. Но, к сожалению, то, что происходит сегодня на площадке Союза художников, именно в выставочном центре Союза художников, это не хорошо повлияет на судьбу художников. Союзмена зеленелла правительными картами. И это важно для могла изобразительного искусства спаемого моего 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 моего. Если вам понравилось это видео, с вами был Игорь Данх. Где у вас заглядно? Добавил субтитры. Где у вас субтитры? КОНЕЦ! Т campы! Все, кто работает субтитры! Кстати, на коробке-коробке! Это мой голос! Так вот, он был способен субтитры! Вы знаете, я и раньше говорила, и сейчас говорю, я считаю, что у нас нет ни рынка, ни экспертной оценки произведений искусства. По таким ценам продавать ничего нельзя. И это преступление, когда работы выдающихся художников советского периода, например, графика, она стоит по цене бумаги. Когда мы видим, что работа Тюленева стоит 10 тысяч рублей, когда великолепные живописные работы Ивана Варичева оцениваются 65 тысяч рублей, когда художник Ольховский стоит 10 тысяч рублей. То есть это нельзя назвать аукционами, то, что сегодня происходит в выставочном центре Союза художников. Это, скорее всего, распродажа по очень низким ценам. Интересов в зале нет. И мы переходим к лоту номер 51. Портрет жены 1974 год. Борис Павлович Николаев, автор этой работы, стартовый... Я сказал, что это, в общем-то, не самый удачный опыт на сегодняшний день. Скажем, совсем не удачный опыт. Вот. Надеюсь, что с помощью, так сказать, наших специалистов, которые этой темой заинтересованы, занимаются, может быть, что-то родится серьезное. Конечно, сама тема, сама идея аукционов потрясающе интересная, но настолько сложна, требует такой серьезной подготовки до того, чтобы это осуществилось в пользу художников, прежде всего. Тем более художники, которые уже ушли из жизни, чьи холсты уже вошли в историю российской, советской живописи, вообще в историю России, российской культуры. К ним нужно носиться очень осторожно. То, что происходит, да и не только в наших стенах, вообще сейчас очень многое часто встречаются, такие аукционы, которые занижают рейтинг художника, сильно занижают. Это влияет, конечно, на судьбу не только тех художников, которые подаются, но и на судьбу, на творческую судьбу художников, которые только-только восходят на этот Олимп. К сожалению, сегодня проводят аукционы непрофессионалы, то есть люди, которым не только безразлично советское русское искусство, но они еще и неграмотны в этом. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы приходили люди образованные, которые болели бы душой за судьбу художника, за судьбу этих работ, и которым было бы небезразлична вообще история всего советского периода. Редактор субтитров А.Семкин